немножко поснимаем что нам что нам пишут люди люди пишут так вот наш сайт вернее канал youtube посмотреть все ну начнем откуда начнем откуда начнем откуда так ну вот показать еще это 19 часов назад малаха вопрос спасибо есть еще одна идея но пока не решился что если сделать голод и перебить мышечную память и избавиться от спазмов во сне насколько я понимаю это надо уметь работать со снами так зеро 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 понравилась беседа с валентином надо постоянно повторять и перечитывать то что помогает тогда можно поворот негативное мышление но негативное мышление конечно и перечитывать надо и повторять и после того как естественно вы прочитали что-то узнали важно понимать сам механизм как это работает у нас как это работает у нас и начинать его применять вот я хочу вам сказать что когда я поработал над методикой с красивыми словами методика такая описание красивых слов то есть ты тогда как бы окружаешь себя и притягиваешь вот то хорошее прекрасное что имеется вообще в пространстве ты к себе кстати эта методика заходите на сайт малахова про в одной из газет она хорошо изложена а там может и дальше найдете книги какую-нибудь так вот когда я всего лишь два дня подписал так понимаете вот я попал на такую на такой гребень волны вернее я бы сказал так мне дали бонус показали насколько если ты правильно взаимодействие с пространством посредством слов а насколько ты можешь себя чувствовать в первую очередь это была радость это во вторую очередь это было легко встречу очередь это была энергетичность четвертую очередь это через меня прошли стихи такие как я мира мироздания и я тайну слова раскрываю открываю это все вы можете посмотреть в соответствующем видео то есть действительно такой вот такой вот особый подъем вот даже сейчас я его немножечко испыту вот как бы сказать я попал такую струю вот и было очень и очень интересно но как правило если ты этот бонус профукаешь своим же собственным поведением своим собственным мышлением ничего там такого не надо дальше дальше уже будет сложнее дальше ты должен это самостоятельно нарабатывать вот примерно как сейчас это делу то есть осознанно подхожу к тому вот не то что тебе там далее грубо говоря миллион это только раз их потратил а ты понимаешь как этот миллион приобретается и ты уже просто-напросто так не профукаешь и вот вот это вот все уже осознанно применение начинает давать естественно свои очень интересные плоды так зеро это точно почему наш мозг такой несовершенный и не понимает это странно спасибо спасибо вот там как раз в книге было описано ну и так я по себе знаю что дело не в мозге ну что там мозг это это все равно что в компьютере там железяка там вот этот жесткий диск на который там записана там программа дело все в программе как она работает вот в этой программе не должно быть различных вирусов вот эти все вирусы это есть не что иное как мышление негативное наше и последствия его это эмоции застрявшие у нас и плюс естественно если даже подойти к следующему образом что все эти там эмоции и мысли есть не что иное какие-то своеобразные сущности которые как мошки вьются вокруг нас дабы там попить нашу кровишку да использует нашу жизненную энергию то становится ясным что что у нас действует так вот наше сознание наше сознание да в добавок да да вдобавок что у нас присутствует действительно сознание клеток каждая клеточка она живет она вносит свою лепту есть общее сознание клеточное для нее одна задача есть и все жить есть допустим уже другое сознание она действительно как ребенок основана на теле каморупа на теле желание дай 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 нет она не знает не хочет не понимает и так далее естественно начинает противиться и тоже вырабатывает хреновую тучу различных эмоций которые у нас застают все это недовольство вот это вплоть до психода особенно это хорошо видно на ребенке от двух где-то там до пяти лет когда он еще не понимаешь что такое можно что такое нельзя и орёт как резатый да так точно и у нас такое так вот важно вот это вот понимать 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 да но для этого надо дойти нас этому никто не обучает что у нас есть вот такой вот ребенок который которому все только дай и все замену ничего не хочет вам делать и с ним необходимо договориться его необходимо обучить его необходимо но будем говорить приручить чтобы он подобного не выдавал то есть чтобы он стал вашей частью осознанной а не самостоятельно какой-то сущностью которая выдает и неизвестно что и в результате размывает вашу полевую форму жизни оставляет в ней вот такие вот недовольные энергетические образования которые потом далее начинает делать там спазмы структуры и так далее это мое мнение вы можете по-другому это все объяснить я лично так считаю и с вами делюсь без всякого спора у вас есть свое мнение пожалуйста так пока к примеру взят кредит или потеря бизнеса меняет меняет всю жизнь но естественно радость жизни пропадает вот здесь стоит подыскать совершенно иные как бы сказать приоритеты то радость жизни это не не взятый кредит взятый кредит взятый кредит на что-то вы хотели удовлетворить какое-то свое желание взяв его понимаете так вот это можно сделать будет не обязательно с помощью там кредита или денег а грубо говоря вот просто обрадовавшись что это у вас есть самый большой будем говорить у нас наша радость это сам наш жизненный цикл сама наша жизнь вот вот этому надо радость а все остальное это уже так чуть 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 что-то там прибавить что-то убавить но не то потеря бизнеса потеря бизнеса тоже вы вы что-то от него хотели и ваши оправдания увы расселись поэтому поэтому естественно это перестудит свое сознание чтобы вы без бизнеса чувствовали себя в радостном состоянии вот потеря значит кредит бизнеса изменяет всю свою жизнь радость жизни пропадает радость жизни искусство это уже целое искусство найти радость в жизни в простых вещах и она кажется самая-самая миллиардер который имеет грубо говоря там полземного шара вот и стоит на пороге смерти ему эти миллиарды ничего не дают ему хочется еще пять минут подышать ощущать ощутить вот эту вот жизнь понимаете тут тут совсем надо перестраивать действительно сознание на то что какие приоритеты что радостно что нерадостно что ложно что истина так по прошли все время только приходит понимание что чтобы не происходило не надо терять рода жизни естественно естественно для того чтобы это понять это надо сначала потерять это надо через это надо пройти понимаете увы так происходит обучение нас в жизни то невозможно научиться радоваться без горести и неудач невозможно научиться радоваться и ценить это качество и ценить так беседа с вами так спасибо спасибо алина перми него как уменьшить аппетит и меньше кушать первый раз голодала на воде и клизма 25 суток потом 15 потом еще 28 суток так вот смотрите для того чтобы воспитать в себе чувство чувство правильного аппетита чтоб не срываться вот этих вот экспериментов с голоданием вот именно в этом контексте нельзя предпринимать необходимо сначала восстановить свои нормальные пищевые потребности без всякого года вот как только вы научитесь контролировать чувство голода тогда можно начинать голодать противном случае не умея это делать после голода естественно наступает такое чувство жора и человек просто напросто у него отрубается осознательный ум и он есть 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 пока у него имеется место в животе как только это все закончилось вот такой живот все возвращается мысленно а что же я надел то есть это не голоданием контролируется и воспитывается а воспитывается повседневным приемом пищи так ваш коктейль смотрю и съела бы вместе с колбой очень вкусный очень вкусный это полезный завтрак из целебной кулинарии там как раз у нас были три поколения это внучка мама и бабушка и вот все они оценили то что то что я говорил то что я сделал и оказалось очень полезная вещь поэтому смотрите мою целебную кулинарию и и делайте вот вот это такие полезные вещи как выглядит проросшая пшеница руслан туркаев 19 часов назад написал но пожалуйста смотрите я как раз там есть в целебной кулинарии передача про проросшую пшеницу там все рассказано как она выглядит как она делается как ее употреблять то есть просто надо посмотреть видео как никак там уже где-то 650 по моему роликов выставлено практически уже на все темы есть а так кратко нужно сказать зернышко в котором зернышко пшеница в котором выклевочек от одного даже от пол миллиметра до двух-трех вот это как раз и проросшая пшеница так здоровье духовное душевное и физическое александр кожемяка 17 часов назад приятно слушать вас рассуждение прямо отдыхаешь спасибо спасибо на добром слове спасибо на добром слове что там добавить на эту тему ну на эту тему на эту тему просто вот сейчас я все больше и больше понимаю что что все действительно у нас зависит в первую очередь от духовного здоровья духовное здоровье это твое мировоззрение это твое отношение к миру в первую очередь и далее на основе мировоззрения и твое отношение к миру уже формируются черты характера которые уже за счет мыслей эмоций настроение начинают влиять на твое психическое здоровье или душевное здоровье и которое уже может передаваться действительно по нервной системе и через гормональную систему сбрасывается на организм и либо его укреплять либо его разрушать и вот все больше и больше я прихожу к выводу опять таки надо созреть к тому что очень важно пользоваться инструментом самым важным инструментом который у нас есть это наш собственный ум вот им и пользоваться то есть вот много я читал что есть образно волевые настрои сытина и сытин показал сам что можно восстановить себя после очень серьезного ранения можно где-то там даже там олаживать себя можно знаете менять качество жизни можно можно очень много короче можно но для этого надо владеть своим собственным умом им владеть и направлять его а у нас очень много различных мысли эмоции сомнений которые пытаются пытаются примете вот вообще то вот вот человек вот допустим я сижу а во мне еще примерно тысяча различных там грубо говоря там каких-нибудь мыслишек сидит и каждая из них хочет пролезть одна говорит давай ка сейчас наедимся третья говорит давай сейчас напьемся четвертая говорит давай-ка поедем куда-нибудь к цыганам я 5 лучше поставляем в компьютерную игру 6 нет тут надо что-то подписать 7 еще что-то и так далее так далее и вы ваша задача отделить то что вам надо и воспользоваться этим и прикинуть к себе вот многие говорят о том что существует великий магнит и явление великого магнита что можно вот все что-то там притянуть себе так далее но практически этим очень мало пользуется а я вот своей жизни своей жизни когда более-менее нормальная обстановка вот куча различных желаний там идет а когда у меня были периоды когда было очень значит для меня тяжело но в первую очередь допустим со спортом меня после аппендицита просто-напросто и спортроты могли убрать в часть и на этом моя карьера заканчивалась а я как раз был перворазредником так вот я понял что у меня есть пока там документы туда-сюда там посылает и так далее у меня есть где-то всего лишь на все месяца примерно если мне сделали в августе сентябрь октябрь ноябрь декабрь то есть это у меня есть три таких полновесных месяца за которые я что-то могу показать либо моя спортивная карьера перечеркивается вот тут так произошла мобилизация понимаете все остальное по боку стало и только тренировки только работа на результат вот и при этом не просто мне там создали условия наоборот их лишили с утра вся команда идет на тренировки потом после тренировок она там лежит отдыхает потом до обед а меня с утра везут на склады я работаю обедаю потом опять меня везут на на склады работать и потом уже когда рабочий день кончается я прихожу значит привозят меня в спортроту и я иду на тренировку и вечером тягаю тягаю и так каждый день и понимаете вот такая вот сжатость была вот эта вот пружина одна нацеленность что это позволило мне вот с перворазрядника ну будем говорить я был перворазрядником да где-то числа примерно 25 декабря после августа вот читать августа там сентябрь октябрь и ноябрь там декабрь ну вот где-то месяца так три хорошие работы позволило стать мастером спорта я выполнил причем это такой был понимаете разряд мощнейший я эту норму перевыполнил ну и другие у меня там случаи были то есть я понял что вот эти все условия жесткие заставляют мобилизоваться а как только тут ты расслабляешься все трудно что либо достичь поэтому осознанно надо концентрироваться отбирать то что работает становиться цельным потому что вот эта куча мыслей тебе как толпа она тебя раздербанит твою энергию жизненную на то на то на то на то на то на то а когда ты сконцентрировался и только на дно вот тогда ты пробиваешь и добиваешься результата